Дагестанский бизнесмен пострадал от мошенников Центральной России. Аферистов задержали сотрудники Дагестанского МВД совместно с полицейскими Московской области. Помощь многодетной семье. Благодаря участию фонда «Инсан» и поддержке спонсоров, семья Ушановых из Новолагского района переселилась в новый дом. Новое ток-шоу на ННТ. Обсуждение самых горячих и волнующих тем с приглашением экспертов. 12 стульев, 12 участников. Подробности через несколько минут. 25 лет назад, 16 ноября 1996 года, в Каспийске был совершен теракт. В 2 часа ночи прогремел взрыв, который унес жизни 69 человек. Девятиэтажный жилой дом по улице Ленина, 58, в котором жили семьи российских пограничников, превратился в руины. Мощность бомбы, по разным оценкам, составила от 30 до 150 килограммов в тротиловом эквиваленте. 19 ноября 1996 года в России было объявлено днем общенационального траура по погибшим. Сейчас на месте взорванного дома стоит памятник. Большой обелиск со звездой. Вокруг черные плиты с именами жертв бесчеловечного теракта. Традиционно в этот день сюда приносят цветы, зажигают поминальные свечи и проводят траурные мероприятия. Дагестанский бизнесмен стал жертвой мошенников Московской области. МВД Дагестана совместно с коллегами из Московской области пресекли деятельность преступной группировки. Ранее в дежурную часть полиции по Маграмкенскому району обратился директор местной птицефабрики. Мужчина сообщил, что заключил договор с фирмой на поставку товара и перевел на счет продавца более 2 миллионов рублей. Однако продукцию так и не получил. Полицейские выяснили, что потерпевший стал жертвой группы аферистов. В результате следственных действий задержаны 6 жителей Вологды, занимающихся мошенничеством на территории разных регионов России. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Внимание! Поддельные банкноты в банковской системе Дагестана выявили за 9 месяцев более 30 фальшивых купюр номиналом 5 и 10 тысяч рублей. Все они переданы в правоохранительные органы. Отделение Банка России по региону сообщает, что самостоятельно узнать информацию о банкнотах, находящихся в обращении и их защитных признаках, можно на сайте их ведомства, а также при помощи мобильного приложения «Банкноты Банка России». Нам, как потребителям, нужно быть самим бдительным и проверять не менее трех признаков подлинности банкнот. Первое – это на ощупь проверить рельефную надпись «Билет Банка России», на просвет посмотреть наличие водяных знаков, а под углом посмотреть скрытые изображения меняющимся цветом. Росреестр предупреждает. В последнее время участились случаи незаконного оборота с объектами недвижимости и земельными участками. В связи с этим управление Росреестра рекомендует соблюдать физическим и юридическим лицам определенные правила при сделке с имуществом. Специалисты напоминают, что защита от подобного рода мошенничества, как и, впрочем, от любого другого, это наличие большого объема информации о лице, с которым заключается договорку при продаже. Покупать, продавать необходимы земельные участки, которые уже определены в границах. Через МФЦ, либо через портал, либо другими установленными законными способами запросить актуальную выписку, то есть информацию именно на этот момент. При наличии в сведении о правообладателе, если у вас продавец другое лицо, вы можете требовать, это уже зависит от сторон, чтобы участие было непосредственное, не через нотариуса, либо через каких-то других представителей. Есть такое, что они даже просят справку с психоневрологического диспансера, с наркологического диспансера, чтобы не было такого варианта, что на момент совершения сделки был не в состоянии давать отчет, и эта сделка не была позже оспорена. Обязательно выезжайте на место посмотреть, обязательно посмотрите, уточнены ли границы, существует ли такое. Пообщайтесь, можно сказать, даже с соседями. Напомним, выписку из ЕГРН можно получить несколькими способами – в офисе Росреестра и в МФЦ, по почте или через интернет, на официальном сайте Росреестра или с помощью портала госуслуг. Многодетная семья из Новолагского района обратилась в благотворительный фонд «Инсан» с просьбой помочь им в жилищном вопросе. Родители с шестью детьми оказались в сложной жизненной ситуации. Они проживали в условиях, непригодных для жизни. Силами неравнодушных дагестанцев эта семья обрела свой новый дом. Подробности в сюжете о Сельманаповой. Я вот уже несколько лет живу во Времянке, у меня отопления нет. Это видеообращение было отснято чуть больше месяца назад. Благотворительный фонд «Инсан» обратился житель Новолагского района Абдурахман Ушанов. Мужчины с женой и шестью детьми не имели нормальных условий для проживания. В доме, который был построен из-под ручных средств, не было ни электричества, ни воды, ни отопления. Ситуация осложнилась еще и тем, что жена Абдурахмана заболела. То, что те средства, что я собирал и старался дом построить для детей, у меня не получилось из-за той причины, что у меня жена заболела. Все средства уходят на лечение жены. И то, что остается, чтобы прожить. Фонд «Инсан» сразу объявил о сборе средств, чтобы помочь Ушановым. Однако спустя несколько недель вопрос решился по-другому. На призыв фонда откликнулись спонсоры, которые купили готовое жилье многодетной семьи. Хочу поблагодарить всех тех, кто участвовал в сборах для приобретения этого дома и тех, кто желал и не смог это сделать. Особенно хочу выразить благодарность основному спонсору, который пожелал быть неизвестным, взял на себя основную нагрузку для приобретения этого дома. И пусть Аллах воздаст им по своей милости, даст здоровье, счастье, благочестивое потомство, чистый заработок, за который им не придется стыдиться судный день. Фонд «Инсан» по Навалакскому району благодарит всех, кто участвовал в сборе. Отдельная благодарность тем спонсорам, которые купили этот прекрасный дом и подарили Абдурахману. Собранные фондом деньги 500 тысяч рублей также были вручены семье Абдурахмана. Хочу сказать Баркала всем братьям и сестрам, которые помогли мне с деньгами. И отдельную благодарность хотел бы сказать, поблагодарить человека, которого я не знаю и не хотел, чтобы его имя знали за дом, который подарен моей семье Абдурахману. Еще два месяца назад Ушановы и мечтать не могли о таком большом и благоустроенном доме. Благодаря стараниям неравнодушных людей это стало возможным. Асель Манапова, новости ННТ, Навалакский район, Новострой. В Дагестан нагрянул холод. Сегодня по региону местами выпал снег и поднялся шквалистый ветер. Вечером в столице ожидается похолодание до минус 2 градусов по Цельсию. В связи с изменениями погодных условий республиканские службы перешли на особый режим работы. Из-за ветра более 130 тысяч жителей республики временно находились без электроснабжения. Работы по восстановлению света в домах уже ведутся. Также в ближайшие сутки из-за погоды будет сохраняться риск дорожно-транспортных происшествий. ГИБДД МВД напоминает о соблюдении правил безопасности и рекомендует по мере возможности воздержаться от дальних поездок на личном транспорте. Телеканал ННТ запускает новое общественно-политическое ток-шоу «12 стульев». Премьера первой передачи состоится сегодня в 20.45. Ведущие эксперты в студии обсудили тему межнациональных отношений и конфликтов. Разные мнения, жаркие дискуссии и выводы участников. Итак, не пропустите, в 20.45 на нашем канале будет интересно. Три золотые медали из трех возможных. С таким багажом на малую родину из Ташкента вернулись дагестанские самбисты. На минувших выходных они триумфально завершили свое выступление на чемпионате мира. Спортсменов встречали многочисленные болельщики, в том числе и наша съемочная группа. Слово Курбана Рагимова. Длительные сборы, тяжелые поединки и многочасовые перелеты. И теперь все это позади. Самбисты из Дагестана вернулись домой с чувством выполненного долга. В Ташкенте наши спортсмены показали стопроцентный результат. Завоевано три медали высшей пробы. Конечно, очень рад и горд за такой результат, потому что эти ребята именно с нашей школой. Я видел, какой путь они проходили, как они тренировались и какой у них был профессиональный подход к каждым тренировкам. Поэтому это было ожидаемо уже. Мы все ставили только на золото. Итог выступления спортсменов в Минспорта и Федерации самбо назвали триумфом. Поздравить чемпионов в аэропорт приехали родные, болельщики и друзья самбистов. Золото чемпионата мира – первое в карьере Расула Магомедова. Лишь год назад он перешел в боевое самбо из борьбы. Базовый вольник успешно адаптировался к новым для себя правилам. Все поединки в столице Узбекистана ученик Расула из Айнулава Гасанхановых завершил досрочно. Золотая медаль в Ташкенте стала третьей сразу для двоих наших самбистов. Опытный Расул Гасанханов и Магомед Магомедов знают вкус побед на самых крупных турнирах. Чемпионы признаются, именно в этот раз пришлось тяжелее, чем в предыдущие годы. Всего на ковер в Ташкенте вышли около 300 спортсменов из более чем 50 стран. Я гонял около 17 килограмм. Тяжело согнал вес, тяжело восстановился. Плюс в первом бою получил травму. Я считаю, что это был самый... Плюс в финале еще дрался местным узбекам. И там судейство тоже было в сторону Узбекистана. Поэтому я думаю, что это был самый сложный чемпионат мира. Наверное, все-таки у меня какая-то цель есть. У меня есть... Ну, я хочу пятикратным чемпионом мира стать и на этом как бы завершить. Поэтому раньше я как-то готовился, особо внимания на это не обращал. И мог бы вообще не готовиться ездить на соревнования. Может, из-за этого я и проигрывал. Вот. Ну, сейчас я уже как-то более серьезно начал относиться к этому. И я очень сильно хотел выиграть чемпионат мира. Так и Гасанханов ставит перед собой новые цели в самбо. А Магомедов после третьего титула чемпиона мира решил полностью сосредоточиться на ММА. В ближайших планах заслуженный отдых, после чего начнется подготовка к новому сезону. Курбан Рагимов, Шамиль Курбанов и Магомед Расул Магомедов. Телеканал ННТ. Махачкала. Это были все новости на сегодня. Смотрите нас также на сайте телеканала ННТ и в соцсетях. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова